Приветствую вас, давайте попробуем пройти по тем проблемам, которые вы описали. Значит, первая проблема заключается в возрасте молодого человека, которого вы влюбились. Разница между вами составляет 7 лет, и здесь я, пожалуй, не соглашусь с коллегами, которые считают, что мужчина в этом возрасте не может жениться. На самом деле, это редкость, конечно, но если человек серьезный, если человек знает, чего хочет, если человек не преследует цели гулять, развлекаться, да, и вообще, в общем-то, прожигать свою жизнь, то никаких препятствий для того, чтобы жениться, по крайней мере, я не вижу. То есть, вам важно смотреть не на его возраст, а на то, какой человек. Вообще говоря, возраст, он всегда делится на два вида. Первый – это физиологический возраст, возраст физический. Водраст, который, по сути, отчитывает время жизни человека. И есть возраст другой, психологический, который гораздо более подвижен и куда менее однозначен. Бывает так, что человек и в 30, и в 40 лет по психологическому возрасту не взрослее ребенка. Бывает так, что человек в 16 лет взрослее некоторых в 30 лет. Поэтому, а если вы говорите в своем вопросе именно о возрасте, то здесь нужно смотреть на духовное развитие человека. Какое оно? Насколько оно, это духовное развитие человека, совпадает с вашим? Отвечает ли человек вашим представлениям о том, каким должен быть мужчина для вас? Расстеляет ли человек ваши взгляды относительно того, что, например, вам нужно, что вам требуется и так далее? Знает ли он о том, что у вас есть ребенок другого мужчины? Конечно же, готов ли он это принять? То есть, я сказал другому мужчине не просто так. Дело в том, что для любого человека, я имею ввиду мужчины, сложно иногда бывает принять другого ребенка, потому что он напоминает ему о том, что его женщина когда-то была другим. И это неприятно. То есть, вот эти моменты вам нужно обязательно для себя, как бы, сделать более ясными, осветить. Дальше. Вы пишете, что у вас за плечами неудачный брак. Прежде чем перейти ко второй проблеме, мне бы хотелось сказать так, что если у вас был развод, то это всегда психотравма для вас. И очень важно, чтобы вы ее правильно пережили. Важно знать, сколько времени прошло с того момента, как вы, например, развелись. Сколько времени прошло с того момента, как вы перестали жить вместе. То есть, когда у вас закончилась интимная жизнь. Вот все эти детали нужно знать. Так более ясной станет природа ваших учебств молодому человеку. Чтобы исключить вот эту вот увлеченность, чтобы исключить разочарование, чтобы исключить непонимание своих собственных желаний и удовлетворение их в той форме, в какой человек вам их помочь реализовать не сможет. Теперь по поводу того, что он хороший знакомый вашего мужа. Если честно, понять, почему эта проблема для вас, довольно сложно. Ну, по крайней мере, на мой взгляд. Еще можно о чем-то говорить, если мужчина, например, был бы другом вашего бывшего мужа. Вот если он друг, тогда да. Тогда, конечно, дружба – это то, что может стать причиной конфликтов и между вашим бывшим мужем и настоящим мужчиной, да, то есть, которого вы влюбились, и так далее. Но он, по вашим словам, просто знакомый. Значит, будучи знакомым, он не имеет никаких обязательств перед человеком, то есть, перед вашим мужем, я имею в виду. И, тем более, непонятно, почему эта проблема. В принципе, на этом, как бы, основной ответ на ваш вопрос можно посчитать законченным, потому что, исходя из того, что вы написали, в принципе, вот именно обратную связь я вам дал по факту. Но, как бы, хочется немножечко раскрыть такой момент. Вот вы пишете, да, что у вас неудачный брак, и вы называете этот брак неудачным. То есть, вы складывали свои силы, складывали свое время, энергию человека. Я имею в виду, вашего мужа. Это, в итоге, оказалось чем-то неудачным для вас. И вы, я так понимаю, разочаровались, или испытываете фрустрацию, то есть, негативную реакцию от невозможности реализовать свои желания. И если это так, то эти нереализованные желания вполне могут влиять на то, как вы воспринимаете молодого человека. То есть, я хочу сказать, что именно из-за того, что у вас вот это вот ощущение неудачности вашего брака, именно из-за этого вполне может быть, что вы и мужчину воспринимаете не так, как это нужно. То есть, у вас, по сути, искажено восприятие реальности. И чтобы помочь вам это искажение реальности убрать, нужно, по возможности, конечно, завершить отношения с вашим мужем. То есть, условно говоря, перестать считать брак с ним неудачный. Неудачный. Воспринимать брак и все то, что вы с ним получили, с мужем, как нормальное, естественное. Быть благодарны ему за то, что он был с вами какое-то время. Да, не сложилось. Да, не получилось. Не получилось. Но это бывает. А в самом-то себе явлении в этом нет ничего плохого. Нет ничего, точнее, даже не только плохого, нет ничего аномального. Совершенно очевидно, что для вас это очень большой негатив, но, тем не менее, это нормально. То есть, понимаете, сперва отпускаем обиды на вашего мужа и завершаем ваше отношение с ним, да, с бывшим мужем. Потом, потом рассматриваем вашего молодого человека в контексте совпадения ваших целей, ваших идеалов, стремлений и представлений о том, каким должен быть мужчина, да, то есть, отмечательным вашим требованиям. Потом смотрим на то, серьезно он или нет, и, с вами, за это уже принимаем решение, подходит он вам или нет, потому что, как вам заметила коллега, вы мать двоих детей, и вы не можете не учитывать интересы этих самых детей. и после этого расходимо, ну, я бы даже сказал, не то, чтобы прямо проанализировать, я бы назвал это консенсацией, я бы назвал это суммой, суммированием, суммированием того, чего же вы от мужчины все-таки хотите. и отдельным пунктом идет именно понимание, четкое понимание того, ну, собственно, говоря, почему для нас является проблемой тот факт, что этот человек знакомый вашего мужа. может быть у вас чувствует мужа еще не остыли, может быть вы опасаетесь, что он вам что-то сделает, может быть есть еще какие-то моменты, этого вы, к сожалению, явно не договариваете, по крайней мере в этом своем сообщении. Может вы просто-напросто не догадались, что эта информация для нас важна, и поэтому ее не предоставили, но тем не менее. вот так можно ответить на ваш вопрос, надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше, желаю вам всего доброго и удачи.